Людмила Николаевна давным-давно уже перебралась жить в деревню, еще когда в студенческие годы случайно забеременела от преподавателя. Аборт делать не захотела, хотя была такая возможность. Решила рожать. Институт закончить так и не удалось, вот и уехала жить к маме в деревню. Но там и осталась с неоконченным высшим. Пристроилась работа детский садик. Деревня была большая, народу много в ней жило. И садик, и школа, и клуб были. Сейчас уже, конечно, все развалилось, ничего не работает, люди уехали из деревни. А раньше тут было хорошо. Родила Людмила сына. Вырастила его не одна. Конечно, мама помогла. Но вот сын уехал, мать умерла, а Людмила состарилась. И стала Людмила Николаевна заслуженная воспитательница на пенсии. Кто-то из ее бывших воспитанников притащил с охоты в деревне волчонка. Ну так, на потеху. А старушке стало жалко волчонка, она и выпросила. Ну кто откажет, своя воспитательница. Отдали несчастного. Думали, старушка повозится, и тот сдохнет. На том сказ и окончится. Уж если слишком привяжется и плакать будет, то подарит ей собаку. Как в воду глядели. Людмила Николаевна и вправду привязалась к щенку. Вот только он не помер. Выходила она волчонка. Вот что любовь и ласка делают. Волчонок оказался волчицей. Много лет она служила верой и правдой. Старушка сопровождала везде, словно забыла, что это дикое животное, непростая собака. Видно, так у животных работает чувство благодарности. Понимала волчица, что Людмила Николаевна всю душу в нее вложила. Вот и оплатила тем же. Однако так случилось, что волчица однажды пропала. Исчезла и все. Людмила Николаевна где только не искала ее. И даже в лес ходила, все звала. Стали деревенские успокаивать старушку. Типа, как волка не корми. Да что за глупости вы городите. Возмущалась Людмила Николаевна. Если так, то она давно бы ушла от меня еще молодой. А она ведь, она старая. Волки долго не живут. Наверное, помирать пошла. Мы чувствуем. Во и мой черед настанет. И как бы там не было. А ведь словно накаркала, Людмила три дня после того разговора и скончалась. Померла прямо в магазине. Упала к прилавку и все. Ну что поделать. Всякое бывает. Вызвали телеграммы сына и внуков. Приехали разные другие родственники. Собралась и семья. Воспитанники уже повзрослевшие. Много было народу. Давно столько народа в деревне не было. Все очень по чину. Похороны, как положено, идут. Кладбище деревенское недалеко от леса. Естественно. И тут самый разгар. Прощание. Когда все по очереди подходили и в лоб целовали усопшую. Из леса появилась волчица. Та самая, которая потерялась, как все думали. Либо просто в лес убежала, либо уже помирать от старости ушла. Волчица подошла к гробу. Деревенские знали ее. Потому не боялись. Они рассказали приехавшим родственникам, что это непростая волчица. Она много лет скрашивала жизни своей хозяйки. И вот, видимо, пришла проститься тоже. Но что это животное вдруг встало на задние лапы. И все увидели, что волчица беременна. Так вот почему она ушла. Она не убегала. Она просто пошла на зов природы ради продолжения рода. А Людмила Николаевна так расстраивалась. Жаль, что не дождалась свою любимицу. Волчица, встав на задние лапы, передние поставила прямо на гроб, словно хотела отдать дань памяти. И вдруг она запрыгнула прямо поверх тела покойной. Все тело животного дрожало в какой-то судороге. Она рожала. Никто из людей не смел подойти и близко. Похороны пришлось задержать, пока волчица не произвела на свет четверых волчат. Не успев даже вырезать их и напоить своим молоком, волчица испустила дух. Было решено так и похоронить их вместе в одном гробу, не разлучая. Вместе они прожили свою жизнь вместе и ушли в мир иной. Естественно, что волчат забрали родственники Людмилы Николаевны себе в память старушки. Когда гости собрались на годовщину в память о старушке, то делились рассказами о своих питомцах все до единого волчонка. Были просто выдающимися личностями, по-другому и не скажешь. Некоторые истории дошли и до наших дней. Один волчонок, которого взял себе сын Людмила Николаевна, еще будучи совсем маленьким, в возрасте шести месяцев защитил имущество своих хозяев от воров. Все было по классике жанра. Вы себе представляете волка в возрасте шести месяцев. В общем-то, это уже практически настоящий волк, только немного худее, и это в дикой природе. Дома на хорошем питании он мало отличается от своих взрослых собратьев. Волки не любят лаять. Иногда они это делают, но редко. Так вот, оставив своего питомца дома, хозяева отправились в театр. Интересную картину они застали дома, когда вернулись. За полночь воры, пробравшись в квартиру, которую заприметили давно и которую, как у них принято говорить после. Обшарили все закрома, сняли картины со стен и забрали много ценных вещей. А когда попытались выйти, то увидели у входной двери волка, который просто лежал молча, показывал и мне зубы, а клыки, которые у волка, на минуточку пять сантиметров. Новостройка, шестнадцатый этаж. Пока хозяева не вернулись, воры так и стояли у двери в прихожей с мешками, награбленного в руках. Волк не давал даже шелохнуться. Пока они грабили, он тихо подполз к двери. Всех впускать, никого не выпускать. Вот принцип его действия. Слава Богу, а то у меня руки онемели. Сколько можно ждать? Изрек один вор, когда вернулись хозяева. Вызвали полицию и отвели волка в комнату. Он так и держал на весу тяжелую ношу. Второй щенок отличился не меньшим героизмом. Во время прогулки по парку его иногда отпускали побегать без поводка. И вдруг волк метнулся в сторону дороги. Хозяйка, внучка Людмилы Николаевны, зажмурилась от ужаса. Она ожидала чего угодно и мысленно проклинала тот день, когда решила отпустить животное с поводка. Визг тормозов и тишина. Не последовало ни удара, ни визга сбитого животного. И только отборный мат хозяина машины. Смотреть же надо за ребенком. Курица. Таков был общий смысл слов, который сказал водитель девушки. Сел за руль и поехал дальше с молниеносной реакцией. Волк вытащил малыша двух лет в последний миг. Буквально из-под колес автомобиля. Причем ребенок не был той девушки. У нее не было детей. И она даже еще не была замужем. Как оказалось, беспечная мамаша сидела на скамейке и залипала в телефон. Она еще и пыталась предъявить претензию, мол, чего это вдруг волк разгуливает в городской черте без поводка и намордника. Прав был водитель, заочно назвав ее курицей. Ну, мой не такой герой, как ваши. Однако мне тоже есть, что рассказать, сказал племянник Людмилы Николаевны. А его питомец в буквальном смысле спас своего хозяина от медведя. Племянник решил, что надо приучать волчонка к охоте. И с малого возраста брал его с собой. И вот в первую зиму прямо на него вышел медведь. Медведь был ужасно злой и неуравновешенным. А у охотника, как назло, заклинило ружье. И если бы не волк, хотя тогда он был еще волчонком, то все. Медведь не знал, что волк ручной. Когда тот выскочил прямо на ниву из сугроба между хозяином и зверем, тот отступил и ворча убрался во свояси. Голодный и злой. Еще и напуганный. Не все еще, наверное, знают, «Но в нашей семье за этот год случилась большая трагедия», сказал дальний родственник Людмилы, который брал четвертого щенка. «А что такое?» «Расскажи». Засуетились родственники. Моя младшая дочка, которая еще не ходит в школу, вдруг стала терять зрение. Врачи сказали, что какая-то инфекция во время простуды поразила зрительный нерв. Возможно, герпес. Она ослепла за какие-то два месяца. Врачи, профессора. Никто не мог ничего сделать. И даже какой-то знахарки в Москву увозили в центр. Все оказалось бессильно. И в этом году малышка должна была пойти в первый класс, в специализированную школу для слепых детей. «Такая вот трагедия», сказал родственник. И заплакал. Все понимали, что это слезы бессилия. Отчаяние родителя, который пережил такое, что не дай бог никому не пожелаешь. Слова сочувствия сыпались со всех сторон. Но вдруг кто-то из молодежи совершенно бестактно спросил, «Так с волчонком-то что?» Все обернулись, посмотрев с укором на молодого. А он стал поводырем моей дочки. Я им горжусь, сказал дальний родственник. Затем, забыв о горе, он два часа рассказывал с одушевлением, как они пытались подружить девочку с разными собаками-поводырями. Испаниели и лабрадоры. Хорошо обученные, новички. Все были подготовлены для взрослого человека. А тут ребенок пяти с половиной лет. Никто не желал слушаться девочку. Ходить с белой тростью она не могла и не хотела. Она не хотела учиться, и сложно было объяснять методику. И вдруг волчонок сам подошел к девочке и встал под нужную руку. С тех пор и они не расстаются. Их даже вместе отпускают на прогулку в парк. Все знают, волк не подведет. Такие вот выдающиеся оказались волчата-волчицы, которую вырастила Людмила Николаевна. С той поры каждый год родня собиралась в доме старушки и делились рассказами о своих питомцах.